Привет, мои хорошие! Я уже с утра сбегала в ЖЭК, в Солярий. Сейчас иду на почту. И мне нужно будет зайти в мясной отдел. Кое-что там прикупить. Будем сегодня готовить с вами. Сейчас покажу, какая у нас грязь кругом. Вон там на дорогах везде. Сейчас тоже. Уже там ходила. Ой, вся уделалась. В общем, сейчас шла об траву. Ноги вытирала. Вообще какой-то кошмар. Ну что, все тает. Вон еще и снег кое-где лежит. Так, ну что. В общем, прибежала я уже домой. Обегала в все магазины. Нигде вообще нету куриной печени. Это просто какая-то жесть. Я хотела сегодня сделать паштет с куриной печени. А ее нет нигде. В общем, в четырех магазинах была. Ладно, зашла, купила кошки Perfect Fix за 85 рублей. В этом, в батоне, нет, не в батоне, в фикс прайсе я его беру по 55. Но я уже не поехала в фикс прайс. С почты зашла там рядом. Ну, магазин такой продают тоже. Все, всякое разное. Хозяйственный. Купила себе, в общем, гель для интимной гигиены. Витамин Бьюти. 94 рубля с запахом лотоса. Освежающий. Мне так понравился аромат у этого геля. Мой закончился. Ну, попробуем что. Взяла курицу по 135 рублей килограмм. Это наши березовские курицы. Ну, ничего такая. Она большая, хорошая. На 209... Ой, почти, в общем, 289 рублей курица мне вышла. Взяла там же яйца березовские по 62 рубля. Настолько они мелкие. Блин, перепелиный, наверное, больше просто. Так, ну и вот на почте получила я посылочку. Это мне пришла посылка от Шоконад. Прислали мне на обзор здесь косметику для лица. Сегодня с вами будем открывать ее. Так, и девчонки, вот хотела по поводу... Ой, вот этого шампуня. Экстра увлажняющий шампунь. Это доктора Санте. И бальзам увлажняющий доктора Санте. Отзыв свой сказать. В общем, я бы не советовала. Здесь вот написано для сухих и ломких волос. Я бы не советовала для тонких волос покупать вот этот вот и шампунь, и бальзам. Во-первых, от шампуня. То есть, я вечером помыла голову, утром я встала. И у меня на голове, знаете, было такое ощущение. Но это, наверное, больше бальзам мне, конечно, дал, да? В общем, от бальзама что было? На голове был полный одуванчик. Я вообще... Началась такая электролизация волос. У меня зимой такого не было. Вот. Волосы были похожи на солому. Вот знаете, как будто они у вас пережженные на много раз. И совершенно вообще, бальзам вообще никак мне не подошел. Поэтому пользоваться им не буду. Мне кажется, он больше подойдет все-таки не для тонких волос. Поэтому, к сожалению, мне этот бальзам не подошел. Пользоваться им не буду. От шампуня у меня ужасно начала чесаться голова. Слава Богу, хотя бы нет перхоти. Но голова безумно чесалась. На второй день, я говорю, волосы были... Такое ощущение, как будто я их не промыла. Или дня три вообще их не мыла. То есть, не увлажненности волос не было. Они были просто вот на голове как одуванчик. Во все стороны у меня лезли. Ну, имеется в виду, поднимались. Так что нет, к сожалению, мне это не подошел. Отдам сестре, если ей подойдет. Или племяннице. У племянницы волосы густые, плотные. Такие, не как у нас с сестрой. Вот, что тонкие волосы у нас. Надеюсь, ей подойдет. Но вот для тонких волос, не знаю, я бы, наверное, не рекомендовала. Ни шампунь, ни бальзам. К сожалению, увы, не подошло. Пересыпала я. А кошка думает, что я ей что-то вкусненького купила. А у ней есть вкусненькое. Мы ей покупали. С утра уже я ее гурмышечкой кормила. Вот с фикс прайса баночка. Пересыпала я в нее в корм. Вообще, девчонки, так удобно. Лучше, чем просто хранить в пакете. Закрыла, поставила. Все как бы. И у меня все это на подоконнике стоит. Так, вот я уже распаковала посылочку. Открыла это у нас от шоконад. Так, смотрим, что у нас здесь. А, вот такой буклетик есть. Шоконад это у нас новосибирская компания. Вот их сайт. Ставлю также в инфобоксе. Прислали мне этот товар на обзор. Я выбрала для лица. Кстати, зашла на сайт шоконад. У меня просто глаза разбежались. Сколько, сколько же у них много разных направлений. Для волос, для тела, для лица. Да, там специальные какие-то... Вообще, очень, девчонки, мне понравился их сайт. Такие программы по уходу комплексные у шоконада. Вообще, вот это буклетик. Так, посмотрим сейчас. Вот. Так, это все для лица. Так, смотрим дальше. Это пробник. Крем для лица антиакне со спирулиной для сужения пор проблемной, жирной, комбинированной кожи лица. Вот, кстати, для меня это вообще актуально. У меня лицо комбинированное, сухое, склонное к жирности. Но очень расширены поры. Так, крем-суфле для лица золотую ультрамоложение. Для любого типа кожи с глиттерами золота. Видела у них на сайте. Вообще, такой красивый. Обязательно попробуем. Дальше. Здесь у нас... Сейчас посмотрим. Так, это у нас накладная. Получилось на 2115 рублей. Заказик у меня вышел. Дальше. Дальше. Ой, какой большой журнальчик. Слушайте, вообще. Вот я же визуал, да, и мне нужно вот именно все это почитать. А здесь, видимо, каталог всей их продукции. Я обожаю вот такие вот дела. Именно смотреть. Да, вот она. Вот это вот мне понравилось. Крем-маска золотое облако. Смотрите, как все красиво упаковано у них. Ну, знаете, вот мне их косметика, упаковка, именно напоминает люксовую косметику. Обязательно все это посмотрю. Совсем ознакомлюсь, девчоночки, вообще. Ну, тут вот у шиконата вообще просто для нас рай какой-то. Так, дальше что у нас? И теперь уже к самой продукции. Смотрите, все пришло, ничего не разбилось, не помялось у нас. Коробочка хоть и большая, но в ней все так сложно было, что ничего не билось. Так, и кремик. Все у нас в пупырочке. Так, что у нас здесь? Все, здесь больше ничего. Пустая коробочка. Так, и давайте начнем. Что я заказала? Первое, это был сыворотка-контур с муцином улитки и протеинами меди. Для нормально комбинированной возрастной кожи эффект лазера. Девчонки, почитала отзывы, мне очень понравилось. Именно вот эффект этот лазера. Здесь очень интересно. Уже сегодня вечером начну я все это тестировать. Так, дальше. Следующее я заказала. Крем-контур с муцином улитки и протеинами меди для нормальной сухой кожи лица, шеи и декольте. Так, подождите. А, да, одну я заказала сыворотку-контур. Она наносится под крем-контур. И второе я заказала уже сам крем-контур. По срокам годности, хороший срок годности до марта 2021 года. Так, этот крем также. И третье, что я заказала, это у нас крем вокруг глаз с лифтинг эффектом для возрастной кожи против глубоких морщин. Тоже срок годности до 12-го 2020 года. В общем, очень хороший срок годности. Здесь у нас с объемом по 50 мл крем и сыворотка, а для глазиков по 20. Но я уверена, что этого вполне хватит для того, чтобы протестировать как бы вот эту вот всю косметику. Так что вот, сегодня уже начнем все это тестировать вечером после душа. И я очень хочу сказать спасибо компании Шоконат, что они предложили мне сотрудничество. И я с удовольствием протестирую всю эту косметику. Так, ну что, в общем, хочу рассказать, как в ЖЭК сходила. Пришла в ЖЭК у меня на учете, на регистрационном временном, да. Да, сестру к себе ставила на учет. Ей нужно было ребенка здесь в школу устроить. И думали, что они здесь будут жить. И в том году, в мае, я поставила на учет. Ну, а так как она не стала здесь ребенка в школу отдавать, уехала, там будет учиться на взлетке, учится у нее ребенок. А мы еще спросили тогда у паспортиста, можно ли будет, ну, что я как собственник квартиры сама приду и потом сниму ее с учета. Да, да, типа с паспортом придете, напишите заявление. Сейчас прихожу в паспортный, туда, где паспортистка сидит в ЖЭКе. Говорю, вот такая ситуация, сестра здесь не проживает, хочу снять ее с регистрационного отчета. Она, каким это образом, типа, вы только по решению суда можете это сделать. Я говорю, подождите, она, говорю, временно у меня на учете была. Вот, сестра здесь не живет, ну, чтобы лишние деньги, а сейчас же за вывоз мусора дополнительно платить, и получается за них двоих, ну, и лишних 320 рублей платить. Я говорю, по какому решению суда она временна? А, временна, тогда пусть сама пишет заявление, приезжает, как бы, и мы ее снимем. Я говорю, подождите, вы же тогда объяснили мне, что я как собственник имею право прийти с документами, да, написать заявление, и вы ее с временного учета снимете. Кто вам такое сказал? И вот, знаете, вот с таким отношением, типа, ты что, тупая, тебе объясняют, ты ничего не понимаешь. Я звоню в это время, ну, и я говорю, ладно, хорошо, как бы, сестра, так сестра. Звоню в это время с сестре, разговариваю с ней по телефону, как бы, и стою недалеко от кабинета. А в кабинет уже зашли люди, да, ну, там тоже граждане, как бы, это, по делам, по спортисту. И по телефону-то сестре, говорю, Таня, такая ситуация, говорю, не хотят тебя снимать с этого, с регистрационного учета. Но что в это время, по спортистка, уже сидя с другими людьми, да, занимаясь их делами, и, знаете, с таким, типа, аха-ха, это мы-то ее не хотим, не хотим, типа, ее снимать с регистрационного учета. Как она объясняет? Вот, знаете, вот, я вот такое ненавижу, если тебе что-то не нравится, ты мне скажи, зачем вообще при чужих людях это говорить? И с таким этим, знаете, пренебрежением, как с сарказмом, с таким, типа, ну, что, пришлось ее мне отдернуть, в общем. Я ее отдернула, думаю, раз ты так при людях, тем более здесь чужие люди сидят, ты мне это скажи, зачем это так высказывать? В общем, отдернула я эту принцессу, она тут же замолчала, в общем, пришлось ей объяснить, что в данный момент я вообще не с ней разговариваю. Знаете, очень много жалуются на хамство вот у нас в ЖЭКе, да, причем один раз попросила я коллегу завести справку на работу, ой, не на работу, а справку о замене счетчиков в ЖЭК, так она ему высказала про всех наших жителей дома, у кого какие долги, это что вообще такое? Ты по какому праву, вообще по какому праву ты рассказываешь там у кого какие долги, это же, ну, как бы совсем не твое дело, а тем более зачем ты рассказываешь об этом чужому человеку? В общем, отдергивать их нужно по полной, потому что они там иногда, знаете, ведут себя просто ужасно. Приходишь к ним, такое ощущение, как будто ты к ним домой пришла, блин, в грязных сапогах по белому ковру прошлась, и все еще такие недовольные. Ну, в общем, вот такая вот фигня у нас в ЖЭКе творится. Так, ну что, идет ко мне уже мама, голову я специально вчера не стала мыть, чтобы с вами этот шампунь, в общем, этот, вот этот будем, да, тестировать от Эйва. Так, ну, сейчас я с мамой попью чайку, и уже потом попозже будем что-нибудь с вами делать, в общем. Я надеюсь все-таки, что вот эту свою панельку я наконец-то сегодня приклею, но это уже когда сын придет, мы вместе с ним ее приклеим. Смотрите на нашу сибирскую погоду, с утра у нас все растаяло, сейчас время уже 5 часов вечера, и снежок. Все, вышла я из душа, в общем, протестировала я вот этот вот шампунь от Эйва, шампунь для тонких и нормальных волос магия Гиалурона. Так, в общем-то, ничего не написано, что он нам здесь обещает, ну, густота и плотность, вот он, что обещает. После шампуня я никаким бальзамчиком не пользовалась для чистоты эксперимента. Шампунь пенится просто на уран, очень приятный запах, шампунь не жидкий, волосы промывает не до скрипа, что я очень люблю, я не люблю, когда волосы потом, знаете, такие, как пакли становятся. Вот, ну и дальше будем смотреть, главное, чтобы, как говорится, ни перхоти, ни зуда он на голове не сделал мне. Вот, поэтому сейчас точно сказать не могу, по первым впечатлениям шампунь и шампунь. По поводу вот этого мягкий гаммаж для лица, это я выиграла в конкурсе, я уже говорила о Марго. Мягкий гаммаж, удивительно нежно очищает кожу, придает роскошную гладкость, шелковистость, освежает, тонизирует, наполняет жизненной энергией, увлажняет. И подходит для ежедневного применения, наносится на чистую кожу, массирующими движениями, смывается водой. Скажу честно, гаммаж понравился. Первое, чему мне понравилось, во-первых, запах кофе просто обалденный. Во-вторых, у него такая нежная кремовая консистенция, там есть скрабирующие частички, но они не травмируют кожу, они не сильные. И после этого гаммажа лицо прям такое вот, ну, ровненькое такое, мягкое, как сказать еще. Не могу сказать, что оно прям увлажненное, но сухости после гаммажа у меня на лице не появилось, в общем. Так что, смотрите, рекомендую, мне кажется, он подойдет для любого типа кожи. Так, а что у нас здесь написано? Ну, не написано для какой кожи, но только написано, что утренний кофе. Это по-настоящему прям вот бодрящий, такой бодрящий утренний кофе. Мне очень понравился этот гаммаж. Так, и сейчас на лице я сделаю еще маску себе, и сейчас вот шоконатом хочу попробовать все личико намазать. Так, здесь у меня крем-контур. Сыворотку, наверное, сейчас пока не буду наносить. Давайте по запаху ее посмотрим. Такая легкая, жиденькая консистенция. Светло-светло-голубого цвета, да, ну, вы видите. И она прям вот жидкая, сыворотка, она течет. Так, сейчас мы ее использовать не будем. Сейчас я на лицо нанесу именно крем. Крем, конечно, у нас уже намного плотнее. По запаху вообще легкий, ненавязчивый запах, но не цветочный. А что-то такое вот, девчонки, даже не знаю, как сказать. Так, что нам здесь пишут. Крем-контур обладает уникальными свойствами. Образует особое покрытие на поверхности кожи, которое способствует сокращению морщин, регенерации, снижению воспаления. Обладает мощным подтягивающим контурным воздействием на В-зону. Избавляет от мелких и глубоких морщин. Наносится на очищенную кожу лица, шеи и декольте для возрастной кожи. Рекомендуется сначала наносить сыворотку-контур, а затем уже сам крем-контур. Но так как мы уже делали маску, точнее я делала маску, поэтому я буду сейчас просто наносить сам крем. Да, приятный такой аромат у крема. Конечно, все это нужно будет тестировать. Сейчас я каждый день буду пользоваться этой косметикой, то есть утром и вечером. Вечером я буду наносить именно сыворотку и сверху буду наносить крем. Утром, чтобы не утяжелять кожу, я буду наносить только тонер, буду пользоваться тонер и сам крем. Ну и конечно же крем для глазика я тоже буду использовать. Что, ребятушки, давайте теперь займемся готовкой печени. Будем делать паштет. Паштет буду делать первый раз. Нигде ничего не гуглила, спросила маму, как она делает. И в общем по маминам рецепту буду просто делать. Так, для этого нам понадобится соль, морковка, лук, сама печень и приправы. Сковородку я уже поставила. Сейчас я чуть-чуть притушу лук с морковкой и потом туда закину всю печень. Печени у меня здесь килограмм. Лук я чуть-чуть обжарила, даже не только обжарила, сколько маленечко притушила. Сейчас туда будем добавлять печень. Печень добавила, перемешала и думаю минут 5 сейчас мы ее будем обжаривать. А потом добавим воды и минут 15 будем печень тушить. Печень у нас уже маленечко прожарилась, где-то минут 5-7. Сейчас я сюда добавлю кипяченой горячей воды, убавлю огонь и поставлю все это тушить минут 15-20 на медленном огне. Прошло у нас 15 минут. Куриная печень приготовилась и сейчас хочу половиночку я положу вот сюда в стеклянную посуду, чтобы остудить. А во вторую половинку я добавлю сметаны и это к нашей картошечке, сегодня пюре я готовила, будет подлив. Перешла я на кухонный стол. Здесь у нас печень куриная, здесь мой блендер Redmond. Сейчас все сюда перезагрузим и все это блендером мы собьем. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Конструкция наша готова. Это у меня блендер Redmond. Распаковочку где-нибудь оставлю, кому интересно по поводу этого блендера. Сейчас нам нужно нажать на кнопочку вот здесь. Так, турбо и просто. Давайте попробуем пока просто. Если честно, я еще ни разу не делала. Ну, с Богом. Слушайте, ну буквально вот несколько поворотов и все, наш паштет готов. Так, сейчас я его переложу в отдельную баночку, попробую на вкус и скажу, что у меня вышло. Ребятки, я уже намазала себе кусочек хлеба с паштетом. Паштет получился очень нежным. Не буду себя хвалить, конечно, но хочется. Правда, делала первый раз, все на глаз. Но получилось просто изумительно. Вкус у паштета прям вообще нежный. С магазином даже близко не сравнить, так что рекомендую. А все, спасибо моей мамочке. Вот сижу прям слюнки глотаю, потому что правда паштет очень вкусный получился. Для завтрака с сыром или со сливочным маслом. Да хоть с чем его можно. С зеленушки еще сверху. В общем, получилась вкусняшка. И сын у меня тоже на завтрак будет кушать. Ребятки, у меня тут начался клуб умелые ручки. Так, в общем, здесь по ободралы все, что можно. Не знаю сейчас, конечно, что из этого получится. Здесь уже кусочек отрезала. В общем, мне здесь надо сверху 3,5 сантиметра. Потом вот отсюда. Решила я ее не разрезать, а приклеить настолько, насколько хватит. Если получится, то завтра еще одну панельку куплю. Так, поэтому сейчас я буду отмерять 7 раз. И только потом я один раз, конечно, все это отрежу. Так, ну что, я пообрезала все. Что-то вроде у меня получилось. Тут мерила-мерила по сантиметрам. Так, здесь все нормально. Ну и теперь сейчас жидкими гвоздями все это будем приколачивать к стене. Ну, точнее, не приколачивать, а приклеивать. Так, клей у нас будет вот такой момент. Жидкие гвозди монтаж. Клей экспресс белый. Здесь написано, что нужно точечно его нанести и произвести склеивание в течение 15 минут, пока клей еще влажный. Так, без запаха. Не прожигает поверхность, не оставляет желтых пятен. Первоначальная сила схватывания 50 килограмм на метр квадратный. Так, не рекомендуют для полиэтилена, полипропилена и тефлона. Подходит для плинтусов, наличников из дерева и стира пора. Не знаю, что такое для стеновых панелей из пластика и для внутренних работ. Так, ну что, сейчас нанесем точечно. Мне сказали подождать маленечко и потом только уже приклеивать. Точечно я тут уже клей нанесла. Не знаю, правда, может маловато, конечно, я и сделала. А, вот еще вот здесь клей не нанесла. Ну, сейчас еще попроверю, чтобы... Да, вот здесь вот еще не нанесла. Так, сейчас, в общем, еще понанесу этого клея точечно. И мы уже с сыном будем приклеивать. Посмотрим, что получится. Ну что, мои хорошие, вот что получилось. Это, конечно, намного лучше, чем было. Конечно, не евро ремонт, но хоть что-то. Так, в общем-то, получилось классно. А теперь осталось дождаться завтрашнего дня и посмотреть, будет ли вся эта конструкция держаться. И если конструкция будет держаться, я тогда докуплю еще одну панельку и сделаю вот сюда еще на длину. Или, может, даже две панельки докуплю. Ну, в общем, попробую. Ну, вот что вырезала, все хорошо подошло. В любом случае, того кошмара, который был, уже не видно. Главное, чтобы это все держалось. Так что, надо держать пальчики крестиком, чтобы это все мне прослужило хотя бы до лета. Так, ну, вот на такой вот позитивной нотке мы с вами заканчиваем. Сейчас пойду монтировать в ложек. Вот там вот я сейчас уберу это все. Еще клей по сутку я поперемыла. И, как всегда, я всем говорю, всех люблю, всех целую. И всем пока-пока!